Соборовский полигон твердых коммунальных отходов, иными словами, свалка в сельском поселении Гребневская уже давно отравляет жизнь местным жителям. Неоднократно они обращались с просьбами закрыть злосчастную площадку для складирования мусора. Районные власти не раз выезжали на полигон, однако закрыть коммерческую структуру не так-то просто, даже несмотря на многочисленные нарушения. Работу полигона обсудили на специальном совещании с представителями Минэкологии Подмосковья. Руководство ООО «Экополигон» Щелкова встречу проигнорировало. Технология захоронения не удерживает никакой критики. Смуратно-свалочный газ отравляет воздух на много километров вокруг. Грунтовые воды заражены. Значит, у нас вот еще за полгода от жителей на добродел и все прочее 40 обращений, которые мы, к сожалению, не можем закрыть. На данный момент в Московской области осталось 15 полигонов твердых коммунальных отходов, вместо ранее работавших 40. Министерством экологии разработана специальная инвестиционная программа, в рамках которой планируется привести к нормативу работу всех площадок, в том числе и в деревне Собурово. Сейчас ведется перепроектирование полигонов. «Проекты будут предусматривать оборудование на полигонах и систему сбора и утилизации биогаза, система сбора и очистки фильтрата. Это, наверное, тоже на втором месте стоит по показанию автоматического учета и контроля за объемом поступающих отходов». Такая система также позволит контролировать транспортные средства, которые заезжают на полигон. Помимо этого планируется оборудовать площадку видеосвязи, установить освещение, пункты мойки автотранспорта. В министерстве уверены, данные меры позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду. «Как правило, сроки по реализации этих мероприятий не превышают одного-двух лет. В частности, по Собору до конца 2018 года практически все эти мероприятия должны быть реализованы». Закрытие и рекультивация полигона произойдет после того, как площадка исчерпает свои проектные мощности. Контроль за исполнением требований руководством полигона будет осуществляться совместно с Министерством экологии. В ближайшее время запланировано совместное совещание на базе Министерства с представителями администрации района и ООО «Экополигон Щелково». Надеемся, что на это совещание руководство полигона все же найдет возможность прийти. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».